давайте болтать пришлось купить веса или весы как правильно веса весы ребят пожалуйста новые веса еще еще даже не взвешивали ничего и из-за того что не идеально ровный стол они начинают уже чудить о господи все слава тебе 0 так пришли удобрения которые мы заказывали совместной закупкой я вот с вами буду болтать на кое-какие вопросы ваши отвечать и заодно взвешивать если у меня конечно ребят получится обсудим несколько вопросов первый вопрос который меня очень сильно беспокоит соответственно это то что у нас не работает вот я хожу и думаю знать смотрите у меня youtube работает только с мобильной версии интернетом при этом загрузить видео но нереально просто вот просто нереально понимаете никак то есть только как просмотр можно загрузить как это сообщение типа в сообществе но видео нет и вот меня значит и бак жаба большая это зеленая давит по этому поводу вот у меня давит жаба это абсолютно нормально было бы странно если бы она меня не давила но у меня в голове такой вопрос сейчас заодно для тех девочек кто участвовал совместной закупки покажу вот смотрите вот это это килограмм 50 грамм вот я год до провозила с ютубом при этом я как сказать ну я не убивала все свое время почистую на youtube понимаете я не строила контент да я не ну там не проходила какие-то курсы вот я в принципе все что я купила это я вот купила монопад и купила а этот скажите как он называется слово забыла телефон ну и пару штативов а ведь есть люди которые потратили прям очень большие деньги есть люди которые развивали много лет свои каналы много лет занимались этим и вот есть люди которые как сказать но они именно это их не работа понимаете и вот эти люди ну вот просто все их не трубы коту под хвост вот по-другому это не назвать и вот мне интересно просто ну а как насчет справедливости да ну ведь должна же быть какая-то справедливость люди работали люди старались люди вкладывали свои силы о чем сказать ну и что вот этим делать есть люди у которых ну там youtube как площадка для продаж да они работали развивались много лет а теперь стоим со всем этим делать да ну мне кажется это по крайней мере несправедливо мало того что youtube лишь и ну лишил монетизации блогеров вот кстати по этому поводу мне я вот сказала что я буду на дзене выкладывать видео и вообще надо переходить на наши русские как это слово называется платформы на наши мессенджеры все ну потому что во первых почему мы должны помогать развиваться тем платформам тем странам которые простите нас не уважают зачем чтобы потом иметь вот такие проблемы надо всем дружно уходить на другие платформы и все но это мне так кажется может я не права скажите мне об этом но я вот допустим даже мне жалко куда моего работы года моей работы столько было слов теплых столько комментариев от вас было и все извините накрылась медным тазом я ничего не могу не загрузить не показать сегодня вот ирин вышел ролик на дзене иры пиларушник чтобы я зашла обалдела 200 чем-то подписчиков человека больше десяти тысяч было насколько я помню скажите разве это справедливо как по мне это абсолютно несправедливо вообще поэтому с ютубом как-то так вообще никак не выложить очень обидно я представляю как обидно таким прям большим каналам которые очень давно работали вот мастерская фиалки танюшин канал потом как вот из могилова людмила пиларгоний к там канал больше тридцати по моему тысячи не помню честно врать не буду и не смотрю просто блин и люди просто потеряли свои каналы ведь тоже понимаете вот смотрите для того чтобы ведь в принципе вот смотрите вот так если по-честному разбираться человек растению все равно но под дождем она растет там есть навес над ним нет навес теплица не теплица там в такой периода да в летний и вот люди заморачивались люди строили эти красивые навесы вот пожалуйста как танюша построили они с мужем красивый навес эти столики чтобы все это было красиво люди заморочились потратили время деньги для того чтобы показывать вам красивых условиях выращено а могли бы в грядке высадить и не заморачиваться понимать а теперь получается все труды все затраты а построить такой навес это не 100 рублей не 200 там не 300 это нормально денег поверьте я собралась навес строить кредит я знаю сколько это стоит и и прям мне вот жалко ребят очень сильно жалко прям очень 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 жалко капец где называется в этом мире справедливость да и теперь ради чего все эти труды были короче как то так я если честно в полной растерянности вот реально в полной растерянности даже не знаю валерка чем-то прям хорошо ребят прям классно то есть в чем заключается это классно он активно пользуется горшком но не горшок ему не нравится а вот унитазом хорошо активно пользуется промахи очень редко стали да есть там нюансы такие типа как гигиена после туалета но со временем это придет понимаете а тут значит с едой конечно все тяжелее почему потому что вот я его сажу кормить и пока я его кормлю ну вот допустим мясо мясо засунуть валеру можно только одним способом это ребята ему его перемолоть а другими способами она с него вылетает ну то есть ты ложку засунул три в ответ получил вот но мы будем работать над этим дальше все-таки у него процесс жевания вот эти вот мышцы челюсти вот это все и плюс страх он не может нормально проглотить это все по поводу речи нет и речи как таковой нету нету лучше еще лучше стало понимание речи вот по поводу поведения вы знаете я вам хочу сказать что с поведением стало лучше почему потому что лучше понимание и плюс еще ушел вот этот дискомфорт от памперса мы вчера ездили в гости и там в гостях но мы взяли его деле в памперс честно в гости потому что там сможет он на тот туалет ходить не сможет на тот туалет ходить чтобы мы не отвлеклись к подруге моей ездили я в кота рассказывала о ней у меня тут одна единственная подруга в кореновске зато настоящие знаете ему не нравится в памперсе он понял что без памперса ему лучше и это вот и ребят большое вам огромное спасибо кстати валерия пришла по моему позавчера или вчера тысяча рублей вот спасибо следующая реабилитация будет в ноябре по моему если не ошибаюсь так девочки кому кто килограмм заказывала я тут ну там килограмм два чуть чуть побольше буду сыпать это не продажа мной было это была совместная закупка еще не все разобрали еще есть если кому-то надо вот сколько я не знаю я тут все раз расфасую и буду знать если честно я с этим youtube совершенная растерянность потому что пора черенкования и что делать вот с этим черенкованием я уже давно не на забита нигде ничего не продаю и я не совсем понимаю как мне с этим и работать я привыкла с youtube вам так по поводу цветения у нас же тут было похолодание ну как похолодание до 30 градусов мои значит пеларгонии все голову поднимали шапки начали выкидывать кисти собрались отсвести потом у нас два дня дождь был хороший дождь ну как я говорю если шапки вышли значит пора дождю быть ну потому что а чё это что это дождь шапки будут хорошие конечно все эти шапки заливаю и все и капец и до свидания так что не жили хорошо и ничего начинать ну то есть обязательно все шапки спортили сказать что меня это расстраивает это вообще сейчас меня в диком ужасе расстраиваюсь конечно мне кажется любой нормальный человек расстроился бы если вот я не знал короче делать у меня планы тут были как у гитлера в том плане что я наделась а что осенью черенкование будут ну будет реализация и я хотела думала частично деньги за деньги частично в кредит на вес сделать большой чтобы ловить черенки ну чтобы растение не мог ли понимаете а тут не знаю короче думала и думаю продолжая думать сделать не просто навес а сделать еще и к систему капельного полива хочу поставить куб большой поняли и с него систему капельного полива сделать а теперь прям хожу и не понимаю как мне за ну просто вот даже кредит брать да и уже надо как-то оплачивать этот кредит точно так же как вот с кредитом за телефоны вот уже надо чем-то оплачивать такие пироги валера входит в садик вот днем не спит у нас там нету медсестры мелатонин давать никому поэтому не спит он лежит и возмущается но лежит почти всегда муж еще не вышел на работу отпуск еще не закончился ребята прям если честно я вообще в полнейшей прострации с этим youtube мне реально жалко ну вот реально жалко потому что вот так если по сути я ведь показывала как есть все это время понимаете и теперь в результате я ну я хотела показать разные условия что как вот как они себя ведут как без прикрас понимаете а вот теперь получается что все это накрылась медным тазом для меня и когда мне пишут вот пожалуйста не пишите мне у меня youtube работает да youtube работает мобильно через мобильный интернет но вы же понимаете что для того чтобы вы что-то посмотрели мне нужно что-то загрузить туда каким образом мобильный интернет 2 гигабайта не загрузишь какой бы там у тебя не был шикарный тариф я вам хочу сказать что если такими большими тяжелыми видео загружать то ребяточки это же стопроцентно платно но мобильный интернет у него нет таких им костей бесплатных как видео допустим есть видео там по 3 по 5 гигабайт за какие простите шиши попыталась скачать себе vpn этот а у меня он не загружается я не понимаю почему вот короче не знаю попыталась рутут тоже не загружается короче полнейшая растерянность вот такие вот ребята пироги настроение если честно плохое нету хорошего настроения в связи со всеми этими событиями я очень сильно сочувствую ребятам которые реально кинули в это много лет много средств материальных которые долго и нудно всем этим занимались которые подстраивались под запрос зрителей а это что это такое какая-то такая штука короче понимаете и теперь эти люди не могут нормально работать это вообще это вообще причем чтобы вы понимали вот ну как минимум 80 процентов больших каналов и ух ты ёшкин кот и вот эти вот пиндюросные такие вот такие как вот я допустим но вообще мне как бы можно было и не делать этого вот я допустим я захотела сама чтобы у меня официально сшивая работа понимаете а так большие каналы у них даже и по оформлено а и по это прям большие налоги это не 200 рублей это не две тысячи месяц это прям много вообще я не в голове не укладывается как как это делать короче жалко мне людей жалко мне их труда напишите мне пожалуйста об этом вот что вы обо всем этом думаете прям какой-то в мире какой-то дурдом за курск вообще я хожу постоянно думаю мне очень жалко людей и как вы чем помочь но я там видела там открылся типа горячая линия там скажите этот как мы куда деньги можно перевести помощь я вот у меня там было немного не перевела это мои личные для моих хотелок я хотела кое-что купить там пару недорогих сортов но я решила я переживу без этих сортов не помру людям сейчас нужнее скажите хотите на социальные темы еще общаться вот по типу как меня порвало в прошлом видео а то меня сейчас прям разрывать и богу вас дома пообщаться или нет напишите мне всех люблю целую всем пока